МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зная о том, что в мире есть любовь, я пришел за ней сюда. Спасибо. Сергей, 35 лет. Супруга предложила ему найти любовницу, а после изменила сама. Пытался простить, но понял, что развод для него неизбежен. Сергей в прошлом частный детектив, сейчас работает каскадером в кино. Гордится тем, что 5 лет отслужил в воздушно-десантных войсках. Признается, что не моет грязную посуду, пока не закончится чистая. Сергей никогда не женится на амбициозной карьеристке, и не обратит внимания на девушку в очках. Мечтает создать семью с преданной женщиной, которая умеет ходить на каблуках и отчаянно любить. Здравствуйте, Сергей. Приятно вас видеть у нас на программе. Мне тоже очень приятно. И я даже смотрю, какие-то подарочки принесли. Это нам или невестам? Да, это подарки вам. Причем можно приступить? Давно? Приступайте. Да? Хорошо. Ну, конечно, это вам. Как самый нежный. И самый большой по объему, но дополнить ваш образ. Не обижайтесь. Все. Ну-ка давай, на что там можно обидцы вытаскивать? Надеюсь, не то, чем я подумала. Он мне вязание подарил. Ну ты представляешь, а? Я шо, как старая. Ну, без обид. Без обид. Да. Обидела розу, наверное, немножко. Борис, это вам. Спасибо. Ну, послушаю, тебе подарили. Знаете... Это худенький какой-то. Худенький, да. На самом деле я хотел вам подарить кое-что другое. Пять. Но меня отговорили. А что? Хотел кольцо подарить. На счастье. Кто отговорил? На счастье. Сказали, ну, мы размер искали с продавщицами. Можешь не попасть в размер. Потом сказали, это очень интимно. Мило, мило, да? Вот так вот. Красно. По поводу подарка, да, это вам? Да, спасибо. Я долго выбирал для вас. А тебе книги уже скорее. Потому что, когда я узнал, что вы астрологией занимаетесь всерьез, я как бы проникся, и вот мы вместе с продавцами... Не, ну так, Ленечка, ну, я тебе сейчас выберу невесту. Вот какая злая-то, посмотришь ты. Кошь подарю. Поэтому я хотел в конце подарить. Так у меня ростут из бедер. Ой, спасибо большое. А я вообще говоря, всю бижутерию, все украшения связаны с астрологической символикой собираю. Да, и очень приятно. Спасибо. Давай я тебе надену сразу. Это овен и под ваши белые волосы. Чёрненький такой проводочек, ладно? Да. И она овен, знаете? Да, конечно. А он всем незнакомый, женщина, он дарит украшение. Да, я просто за весь вечер, за все, пока будем говорить, я свяжу вам шарф. Давай мне сюда. Ага, сейчас прям мой подарок-то. Так ты же не... Ну и что, мы сейчас свяжу, и он это... Вот какая. Сначала сколько нервов вымотала, всё ей не так. Мы татары такие. А я бы связала вам, Серёж. Да. Серёж. И это всегда страшно, всегда невыносимо, когда любимый человек изменяет. Тем более, если не дайте повода. Вот смотрите, первый звоночек наступил тогда, когда она вдруг ни с того ни с сего, имея ребёнка общего, сказала, я тебе разрешаю изменить. Найди себе любовницу. Ужас какой. Вы подумали, ой, какая она продвинутая, да? Первое, что я подумал... Устает баба на работе. Да, устает, и как бы, может быть, я слишком активный, и достал действительно. Потому что это так, что... А чем бы её достали-то? Ой, отгадай, чем? Сексом? Ну, конечно. Ура. Кстати, хочу предупредить, что это важно для меня. Конечно, это для всех важно, 35 лет. А я вот за этот брак подумал, что вообще это не важно. Ну, может быть, вы себя оправдывали тем, что она много работает? А вы нет. Знаете, я ждал, когда ей будет 30 лет, когда она осознает свою сексуальность, и она по-другому будет относиться к сексу. Я даже на это был готов. Ну, вы бы ей игрушечки какие-нибудь покупили бы. Да какие игрушки? Литературку бы дали почитать бы ей. Да нет. Чё, нет-то? Ой, может быть, правда? Литературку подсовывал. Вот, она очень такой образованный человек. Вы были у неё первым? Я вообще сейчас даже не знаю, какой теперь. Ну, хорошо. Я такие пазлы наскладывал. Ну, а чё вам? У него обручальное кольцо ещё на пальце. Я вот не пойму, он его прикрывает, но он на левую руку надел. Как первый раз улечили в измене? Случайно позвонил. Она должна была доехать до дома. Я позвонил, а там от её тёти был неадекватный ответ, что она уже спит с ребёнком. А она сказала, что почему-то останется у тёти ночевать. Ну, такое практиковалось. И именно в эти моменты, когда такое было, это пазлы, всё и происходило. Уже, я думаю, долго очень. А тётя-то какая, да? Покрывальщица, бессовестная. Тётя, да. И тётя сказала, что она спит. Вы позвонили подруге. Да. Подруга тоже сказала, что они уже с ребёнком спят. Нет, подруга сказала, ой, она сейчас в другой комнате, а я сейчас со своим Женей здесь лежу. Я говорю, хорошо, тогда именно вот эту трубку, на которую я тебе позвонил, именно её и передай в другую комнату ей. Сразу, и-би-би-би, чик, созвонился. Вот видишь, она развела его, жена. Серьёзно, конечно. Да, посмотри, какие женщины хитрые пошли. Он не любит, когда его обманывают. Это очень мудро, потому что есть женщины, которые думают, что они этим делают хорошо. Через сколько? Она через сутки вернулась? Да, она вернулась через сутки. Но, это важно, я очень привык быть в экстремальной ситуации. Очень привык. Ну, конечно, вояка. Ну, вояка, ещё я с 15 лет прыгаю с парашютом. У меня сразу мусор весь улетел. Осталась суть. Что она сказала? Полюбила другого? Ничего не сказала. Она сказала, ничего не было. Может быть, не было? Было. Потом я под клятву и взял это всё. Через три месяца. Знаете, вам лучше, когда вы мозг-то выносите, вам лучше сказать, что да, было. Потом раз жалеешь. Всё, душу вынеси. Ну, не было, не было. Нет, ты скажи, было, 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 было. Серёж, скажите, пожалуйста, может быть, действительно вы её задолбали ревностью, подозрениями? Вы понимаете, что я... Ну, вообще, вот эта история, когда и у тёти она спала, и одновременно у подруги, это говорит о многом. Зачем было ребёнка с собой таскать? И почему ребёнок должен быть в этом участвовать? Прикрыть и сейчас ребёнок в этом ужасном огне. Да сейчас вообще вы в положении кошмар, но мы до этого дойдём. Забирал бы сына и валил. Текай, текай оттуда. Я уехал сюда в Москву, меня забрали друзья. Ну, чтобы не натворил чего-то. Нет, нет. Они просто, они понимали, что я... Ну, мы стали жить ради сына вместе, на одной жилплощади, один садик, на разных кроватях. Ну, я закипаю, да, там. Ну, потом перевёл всё на юмор. Невозможно так вот жить в квартире и ненавидеть друг друга. Нет, невозможно. И просто взял парнишка, Максим, сорвался с Москвы, забрал меня. Я, знаете, как уезжал? Я не... А носки, подожди. А это, подожди. Давай, давай, давай. И вот я благодарен, что он по-быстрому меня. Серёж, а может быть, стоило всё-таки простить, а, милый? Да, понимаете, я её простил. Я её простил, у меня к ней нет ненависти. Ну, просто вы уже понял, что в одну кровать не ляжете, да? Нет, конечно, вы что? Я не смогу её защитить на улице. Она вам сейчас не даёт ребёнка? Даёт. Вот сейчас, примерно две недели, я самый счастливый отец на свете. Я с сыном... Ну, это после такого... А куда это вы уехали, я-то не поняла? Квартира была, всё было. Куда это вы, вот, Москву-то... В загородный дом. Вы что? Она захотела дом, Сергей строил ей дом. Нет, мы хотели вместе. Да. Просто я сделал это быстро, чтобы заселиться до Нового года. Интересно, у него квартира, машина. Нам нужен бы жених такой, с приданым со своей стороны. Спросишь, спросишь. Обязательно. А разве здесь не говорили ещё, нет? Дом, как я поняла, вы вот с ребёночком, вот ребёночка, можно сказать, оставили, а не мамочки. А какой гараж у вас, в каком гараже вы там поживаете? Я живу в гараже в Чертаново. В гараже прямо? В гараже. Это я вот не сослепу, да? Да, но я как бы в двух столицах сейчас. Я и там, и здесь. А вторая столица где? Петербург. А там у вас что? Там загородный дом, я туда приезжаю. А, так вы из Питера? Да. А-а-а, прекрасный город мой любимый. А в доме, значит, жена ваша? Нет. Вот я что предложил, я после всего вот этого, я предложил ей мягкий развод, чтобы мы пока живём в доме, садик рядом, мы же загородом. Но ребёнок-то в доме у вас загородом? Нет. Ребёнок вот там вот у этой тёти сейчас. Куда уже сейчас приходит новый бойфренд. Я знаю, вот в связи с этого вы написали страховку. Но я пропущу те моменты, когда у вас действительно разрывается сердце от боли, и вы описываете свои переживания. Но по поводу сына я обязательно прочту. Сын Георгий для меня не пустое место. Я развивал его, занимался им, и в планах всегда было быть ему примером и делить с ним его поражение и победы, и так далее. Но вот так вот законы жизни заставляют поступать мужчин. Кстати, случайную связь я бы всегда простил, семья важнее. Но тут же клан родственников был замешан в покрывательство ночных похождений. И вот у вас ещё потрясающее обращение. Разбогатев, открою приют для мужчин, которых предали. С подъёмным пособием, психологом, юристом и стиральной машинкой, а также с неограниченным количеством носков. И буду лоббировать изменения законодательства РФ, где будут отражены права отцов на чувства к детям после развода. За базар отвечаю с уважением. Фамилия и мальчик. Да, отвечаю. Молодец. Потому что когда вы приехали в Москву, не было нигде ни постираться, ни переночевать. И спасибо вашим друзьям. Да. Будущих отчимов и любовников предупреждаю. Услышу от сына, что щелбан сделал. Влечу ночью через стекло на любой этаж, в любой дом и сломаю пальцы. Сам не бью и никому не позволяю. Да. Ну, это человек, конечно, пишет, когда у него все горит. Вы же допускаете, что, наверное, ваша бывшая выйдет замуж. И сколько сейчас пацану, Георгия? 3,5. 3,5 будет воспитывать другой мужчина. Но, к сожалению, вот такая вот реальность. То, что вы отвечаете за свои слова, и то, что вы не дадите в обиду своих, это здорово. Слушай, ну не такой, знаешь, из тех, которые взяли, будут, о, насыкутиться, я не знаю, ничего не делать. Такой, движовый парень. Письмо мое. Мужчину. Скажите мне, пожалуйста. Да. Вы готовы жениться или теперь будете дуть на воду? Я, понимаете, я живу по-настоящему. Я хочу настоящей любви, настоящую женщину и жить с ней по-настоящему. Угу. Никакой мести, никакой обиды у меня нет. Но я боюсь, что сначала рана ваша должна зажить. Ну, рана есть. Затянуться. Рана сделана с доворотом. Конечно. Поэтому она немного сочится. Вот придет сейчас женщина, которая не просто должна залечить ваши эти раны, она еще должна каким-то образом весь рот женский оправдать в ваших глазах, потому что вы ведь начинаете под одну гребенку, вы ведь переставите верить сразу всем женщинам. Представляете, нет. Сережа. Нет, но это вам так кажется, дорогой мой. Вы сейчас будете просто малейший ее какой-то прокол, и вам будет уже все это рисоваться в ярких, в таких страшных красках. Нет, если мы сакрально опять договоримся, что... Сакрально чего? Ну, если мы опять... У нас такое будет таинство под звездами. Знаете, когда два человека любят друг друга, они лежат иногда... Нет, о чем договариваться? Ой, Сережа, вы такой романтик. Я думаю, что в той истории, может быть, что-то и было, но больше было ваших фантазий и дорисовок. Есть такой темперамент? Вот есть ревнивые люди сами по себе? Вот я такая. Это моя болезнь, я просто с этим пытаюсь жить. Мои близкие это понимают, прекрасно. Я ревную маму к ее, там, не знаю, внукам другим. Я ревную маму ко всем просто. Я ревную своего мужа. Я ревную детей, я ревную своих подруг. Я вынимаю сердце из всех, из подруг, из друзей. Мне важно знать, что я самая любимая и самая первая. И все с этим уже сжились, и как бы понимают, но если у человека нет руки, они же не будут ему каждый раз говорить, эх, блин, как ты все-таки... Вот не можешь есть вилкой и ножом. А как было бы, наверное, круто. Вот не говорят же ему об этом. Это такая же болезнь. Поэтому, дорогой мой, я вот почти уверена, что в следующих отношениях, в ближайшее время, если с вами это случится, будут какие-то неправильные для вас косяки. Лариса, вы знаете, я вам хочу кое-что сказать, да, и возможно, после этого у вас изменится вот это. Я больной человек. Да. А знаете почему? Потому что надо хотеть любить, а не хотеть, чтобы вас любили. Вот в чем фишка. Но чтобы это понять, нужно было вот мне лично прострадать на полную катушку. Все. Прострадать. Каждую детальку облить водой из глаз. Каждую детальку. А вот это у вас колечко, это обручальное? Да. А почему вы носите обручальное? На левой руке. А я хочу его снять и надеть сюда другое. А может быть, прежде чем надеть другое, сначала снять вот это колечко от бывших? Я сниму. Как только будет она, я сниму. Нет, не надо. Сейчас снимите. Не надо. Сереж, сейчас снимите. Сказать почему. Давайте. Без проблем. Пока вы не закроете дверь в прошлое, не откроете дверь в настоящее и в будущее. Я от вас, может быть, этого ждал. Надо на что-то встряхнуться, какую-то улыбку. Мы его сегодня улыбнем. Чем? С собой. С танцем. Девчонки уже и стомились, которые будут бороться за вас. А хочется красивое. А вы знаете, я понял, что не все то золото, что блестит. Страшненькую, значит. Хромоножку бесприданного. Как скажет сердце. Конечно, я знаю, как оно вас скажет. А то сейчас придут выпуклости относительно плоскости. Тюнингованное. Сразу оно у вас там ёгать начнёт. Тогда я послушаю свою выпуклость. Значит, вы живой человек. Конечно, все хотят быть здоровыми, богатыми, счастливыми и жить с красавицей. Это очень хорошо. А там уже... И жените его, кстати, хорошо сейчас. Серёж, вот прямо мне так уже, я вас уже со всех сторон, да, вот теперь хочу сказать вам. И всё-таки постарайтесь, сейчас у вас гнев застит разум, найти что-то в себе. Вот какую-то причину, что там было. Чем вы всё-таки немножко поддостали свою, что было не так. Естественно, я делаю выводы. Молодец, спасибо. Вы знаете, что ещё? Спасибо. Я проанализировал даже всё, что вы сказали, и вот эту мысль я узнаю всю наизусть. Я всё прокачал. Я перелюбил человека. Откройся же мне. Откройся. Ну вот твоя задача раскрыть его, вот когда твоя очередь. Вы знаете, да, на самом деле я... Нектаром в его цветочек. Ух. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии «Сергей». Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Ольга. Здравствуй, Сергей. Вы знаете, я уверена в том, что ничего в жизни не бывает просто так. И я уверена, что сегодняшняя встреча не исключение. Дай Бог. Проходите. Спасибо. Понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Видно, что ты такая красивая, интересная. С кем вы пришли? Я пришла с близкими мне людьми. Моя кума Анастасия и подруга, естественно. И племянница Евгения. Очень приятно. Девчонки, вы как тройняшки. Так не бывает. Особенно вот вы. Похожи просто одно лицо, один оба лица. Все. Давайте о вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, 30 лет. Помощник руководителя в топливной компании. Мечтает об уютном доме в Подмосковье. Гордится тем, что выиграла конкурс в модном журнале. Предупреждает, что раз в неделю ей нужен отдых от возлюбленного. Признается, что все кулинарные шедевры создает в танце. Нашла в себе силы простить измену любимому, но стать счастливой с ним в браке так и не смогла. Надеется, что Сергей будет трепетно относиться к ее чувствам. Вы просто брат и сестра по несчастью. Вы говорите, тоже слушала и удивлялась. Да. Оль, вы узнали об измене через два месяца знакомства со своим возлюбленным, еще не будучи замужем. Да, совершенно точно. Я уехала отдыхать к родителям. И по возвращению заметила некоторые странности в квартире, в которой мы жили. Все было чисто? Очень было чисто. Набойки у меня на каблуках были даже, все-все-все. То есть, прям он готовился к моему приезду. Ну, естественно, то, что... Кроме шпильки, не вашей. Да, не моя была. У зеркала. Было, было такое дело. Я так спросила, потом засомневалась. Думаю, ну, может, кто-то когда-то... Ну, мама заходила, выронила. Да, ну, тем более, до этого жила девушка. Думаю, ну, может, из старых каких-то убирал, перекладывал там, и оно лежит. И я как-то гладила. Хотя внутреннее чувство было какое-то странновато. И когда вы ему тоже устроили допрос с пристрастием, он сказал, не было ничего. Не-не-не, что-то, что-то, что-то. Но вам этого мало показалось, так же, как и Сергею. Поэтому вы вытащили из него эту клятву. Да, это очень долго длилось. Зачем вам это нужно было? Узнать. Вот я всем говорю, когда вы роете в карманах своего мужа, вы не боитесь там найти записку от секретарша? Это же дальше какие-то действия с вашей стороны должны быть. Либо разводитесь, либо что? Вот мне это интересно. Вот когда он вам сказал, ничего не было. Вы его любили. Почему нужно было дожать? Нет, сначала я хорошо, ничего не было, отлично. Потом друзья его прекрасные начали намекать. Некоторые какие-то моменты. Я как бы даже не знаю. В общем, выяснилось, что была бывшая. Была, была. Вот потому что мирилась, поэтому и происходит это, понимаешь? Мужчина знает, кто смирится с этим, а кто не смирится. И он чувствует, что это смирится, с этой пройдет. И поэтому так происходит. Вы носили ему все это время мозг? Конечно. И подозревали во всем? Конечно. Мало того, вы даже вышли из него замуж. Да, но после того, скажу так. Он... Мне было очень тяжело, и мы приняли решение. Я сказал, что я не хочу продолжать отношения дальше. Он говорит, давай попробуем. Есть разные способы. Он у меня сам психотерапевт. Сейчас уже не знаю, но тогда, по крайней мере, практикующий был. И я пошла к психологу. Я пошла на тренинги, чтобы проработать эту измену, чтобы... Эту боль, потому что я настолько его любила. И я понимала, что я хочу быть с этим человеком. То есть вы думали, что после свадьбы что-то изменится? Что-то изменится. Почему ребенка не родили? Конкретный вопрос, Ольга. Конкретный вопрос отвечаю. Он не хотел менять свой образ жизни праздный. Откуда взяться ребенку? Мне праздный образ жизни. Мы просто фокусировались на поцелуях. Да. А вот у меня вопрос. Кстати, сначала к вам, Сергей. Вы привыкли на какой стороне кровати спать? Жена у вас будущая? Слева или справа? Вот здесь должно быть. Справа? Да. Ага. А она вот любит слева? Да, исключительно. А вот я вот перед программой Василиса тоже спросила. А ты, кстати, с какой стороны? Справа. А я сказала, что все нормальные женщины слева. А я вообще одна люблю спать. Это все не столь важно. Ой, не важно. Знаешь, как браки распадаются вот с этой стороной-то? С ума сойдешь? Будешь так перелазить каждую ночь туда-сюда. И это решается просто, передвигается кровать таким образом, чтобы женщина спала у стенки, потому что это более защищенное место. И уже справа, слева не важно. А вот еще вы хотите отдых от мужчин своего раз в неделю? Это как? Я бы объяснила такой момент. Я бы хотела, чтобы мой мужчина не был против моего общения с моими близкими людьми. Это вот мои, да, в данном случае. А вы что, ссылку или на так? А зачем же целый день посвещать? Нет, это просто немножко утрированно слышится. Нет, именно вот такое. Лучше не надо, потому что он найдет себе дело в этот именно. И будет его ждать с каждым годом с большим удовольствием. Так, когда у моей выходной? Так. Понимаешь, поэтому не надо. Зачем вы ему сами реально? И вообще раз в неделю это очень много на самом деле в жизни. Такое количество дел, что не переделаешь. Ольга, а у вас квартирка-то есть? Есть. В Москве? В Москве. А мы как на территорию на вашу пустите? Вы знаете, уж дважды была в такой ситуации, не знаю даже. Ну ладно, третий раз Бог любит троицу. Что, жалко что ли вам? Что ж, вам гроши что ли жить будем? Слушайте, ну не лишались же. Вы пускали два раза на свою территорию, но ни разу не лишились этой территории, слава богу. Да, вот. Почему третий раз не пустить? Это маме спасибо, кстати говоря. Она правильно документы оформила. Сказала, ты мне доверчива. А вот жених не хочет. А почему не хотите? Я не пойду, нет. У меня есть дом, у меня есть дом в Питере. Значит, мы к вам? Ко мне, все. Всегда все мужья жили в моих квартирах. Что здесь такого страшного? Мне удобнее в своей, например. А вы поедете в Санкт-Петербург? А это не проблема. Своим мужчиной куда угодно. Я и с моим мужем так говорила. У нас более такой город потрясающий. Не проблема, был детей родить и чуть не родили. Не проблема, куда оторвануть. А что в Санкт-Петербург зовут? У меня же и чемоданцевый. Приготовили сюрприз для вас? А покажете? Конечно, Сергей, я бы с удовольствием вас пригласила на охоту. Не все женщины поддерживают хобби своих мужчин, особенно охоту. Я ваше увлечение даже сейчас готова поддержать. Одеваем шапочки. Манок. Ружья. Кто был охотник, кто добыча. Кузина не убила, нечаянно так. Кузина не убила, нечаянно так. Какой меткий стрелок. Ты будешь охотиться, а я буду вкусно готовить твою добычу. У тебя же неплохо получилось. Лучше. Коньячком с медом смазано, яблоки внутри, все как положено. Ставьте ему на стол, он оценит. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. Ну трэш. Ты, по-моему, переволновалась, слегонца. Вообще не то, что слегонца. Какой сюрприз, и вы как-то все равно мрачны, Сереж. Так сначала ощипывать же надо. А она по-ощущему, Вильям, какой вы зануды. Да? Ну что, это же сюрприз. А вы оторвите ножку, попробуйте. Суп хотите? Полгода уже. А что, у друзей нельзя? Да можно и в кафе. А я хочу, чтобы женщина мне дала тарелку супа. Ну, Сергей, тогда надо было более явно декларировать свои желания. На сайте Первого канала. Написано, что я хочу... Там каким образом, нет, собираются герои, они смотрят на фотографии героев. Надо было сразу написать, Сергей, недавно разведен, очень хочет супу. Сереж, ну как, ну оцениться, оторвите ножку, откусите, попробуйте. Да, конечно, откушу. Я просто тогда был, видимо, не голоден. Нет, ну мне это нравится, слышишь? Не, не, я съем сейчас. Нет, дело не в этом. Моему принесет, я хочу суп. Ну, мог бы как-то и сдержаться. Салфетки-то будут? Ну да, я немножечко маленькую кусочку попробую. Только это курица, а не утка, я так понимаю, да? Салфетку принесите. Курица-кутка-кутка, действительно, там было написано, люблю охоту, хочешь охоту, на тебе охоту. После охоты еды на тебе еды, все логично. Как тебе, Рос? Да нет, Ольга, мне вообще понравилась, но вы, конечно, это, не дотягиваете до нее, вот вообще никак, она с вами, вы простоватый, тормозной в определенных вопросах, так что Ольга, ну конечно, ну не, 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 не вам попроще, что надо, и помоложе, кстати. Ольга чудесная женщина, которая готова была со всей искренностью стрельца идти за своей любовью, действительно. Иногда мы так ценим каких-то людей, что забываем про себя, и вот в случае ее любви это просто буквально вот так реализовалось. Потому что что нужно еще любящему человеку, женщине или мужчине, чтобы любимый был рядом, неважно, изменил для некоторых, бог с ним. Она себя просто ценила меньше в этих отношениях. Сережа, вы абсолютно не готовы к новым отношениям и к любви. Конечно, для вас это сегодня роскошь не по плечу, не по карману. Вас нужно откормить, отпоить, вам нужно отоспаться. Отогреться. Отогреться. И уже потом, через годик-другой, если оттаете. А сегодня вам просто вот нужна вот такая женщина-жилетка. Поэтому отдавайте утку обратно. Ларис, ты знаешь, где наши следующие невесты водные знаки? Может они отогреют как-то? У него очень много плюсов. Все остальные минусы можно, мне кажется, сгладить. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Сергей. Встречайте вторую невесту. Привет. Меня зовут Настя. Мне кажется, вот так будет чуть-чуть поудобней. Давай обнимемся? Давай. Вот, пойдем. Спасибо. Вот она молодец. Она вообще не волнуется. Красотка. Здравствуйте, Настя. Ваша фамилия не Тарапыгина? Нет. 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 Кем вы пришли? Я пришла с моими друзьями. Это Женя и Люда. Очень приятно. Ну, чтобы узнать вас получше, давайте вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия. 22 года. Каскадер. Коллекционирует морскую воду. Гордится тем, что свободно говорит на турецком языке. Мечтает открыть дайвинг-центр. Предупреждает, что по аромату парфюма легко определяет характер человека. Анастасия сама перевезла вещи к возлюбленному, когда сделала ему предложение руки и сердца и сама же его бросила. Надеется, что Сергей будет проявлять инициативу в отношениях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, а как это возможно подойти к молодому человеку и сказать ему, можно ли вас снять на ночь? АПЛОДИСМЕНТЫ Просто это была такая история очень интересная. Я занималась баскетболом. И я со своей, так сказать, баскетбольной командой поехала в город Геленджик. И там у нас, так сказать, был мой первый опыт в дайвинге. И получилось так, что у нас почти всю команду посадили в лодку. Человек пять-шесть. И я смотрю, инструктор был, то есть он все рассказал нам и едет. Я смотрю на его глаза, я вот смотрю на него и понимаю, что покоя мне не будет, что это все. Если на ночь его не снимете. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто, я вот так испугалась, вот такая, а можно вас снять на ночь? Я даже не знала, как, вот просто вспылила. Что-то сказала, хотя бы как-то, чтобы на меня внимание обратило. И он что ответил? Он испугался, так, а как, а что, для каких целей? И я же понимаю, как бы цель-то дайвинг. И я такая, ну, дайвингом позанимаемся. Такая испуганная. У меня вопросов не остается, наша невеста сама лучше. Каждый вечер мы начали встречаться. Потом его директор позвала меня работать к ним уже. И я постепенно так свои вещички раз-раз-раз и перевозила к нему. Такая шуста. Да, а потом сказала, слушай, дорогой, а вот... У меня часто мужик жениться давай. Давай, жениться давай, да. А он что? Ну, он как бы... Давай. Давай, но только институт закончь. Ты в институте учишься. Закончили? Закончили институт? Я все это время к нему ездила, да. Ну, закончила институт. Поняла, что как бы мне не очень интересно с ним. То есть перспектив я не видела никаких в плане того, что я там не смогу себя реализовать, где он живет. Ну понятно. И не смогу заниматься... Матросила и бросила бедного инструктора по дайвингу. Да. Вот так случилось. А перспективы Сережи вы видите? Да. Вы знаете, мне просто... Я на него смотрю, мне так хочется его обогреть. И вот как-то вот... Какие-то другие эмоции ему дать. Не то, что вот... Я просто смотрю, мне так жалко таких мужчин. Их на самом деле очень мало у нас в России. И когда женщины особенно издеваются... А дай возможность русской женщине пожалеть. Да. Так это же есть слащие морковки. Слушай, ну хочет она очень, чтобы он ее выбрал зачем-то. Не знаю. Может, любила? Это спортивный нет. У нее спортивный интерес. Будете ревноваться к бывшей? Нет. А это прошло... Она еще подружится с ней, Лариса. Да, да. Я да. А ребенок у них общий. А к чему ревновать-то, собственно говоря? К тому, что нет. Я никогда не лазаю, ничего. По мне так... У меня молодой человек, у нас была проблема в том, что он гулял. Я знала, что вернется домой. Думаю, слава Богу. Домой придется... На гуляй-то аппетит, домой вернется. А что мне? Я не буду ни лазить в сообщениях. Зачем мне-то нужно себя расстраивать? Боже. Вот, кстати, можно, да? Нужно. Нужно. Кстати... Вот именно так я и понимаю, когда изменяет мужчина женщине. Если он возвращается к ней, у нее самолюбие поднимается. О, он ко мне вернулся. Значит, я тут чем-то хороша. Поверьте мне. Вот. У нас же все иначе. Чистое предательство, чистой воды. Да потому, что мы вам изменяем с конкретным мужчиной и вам конкретно. А вы род человеческий продолжаете. Даже по пьянке у вас это происходит. Покажите сюрприз. Никто не будет спорить с тем, что погулял, но домой вернулся. Никто с этим спорить не будет. Так как я инструктор по дайвингу, надеюсь, что мы с тобой погрузимся. Я тебе даю вот такую масочку замечательную. Масочку, как мы верим. Масочку одеваем. Делаем вдох ртом, носом. Если она приклеилась, значит маска к нам подходит. Я тоже сейчас одену. Ну, можешь пока вот так одеть. Смотри. Вот так. Ну, она такой, знаешь, рубаха парень. Понимаешь? Давай дружить. Мала, сейчас подаряем. Вот это надо. Если она этим занимается, то она хочет показать, чем она занимается. Насколько это будет вам интересно? У тебя появился настоящий дайверский значок. 위해. И ты просто обязан станцевать танец дайвера. И ... Ты морячка, я моряк, и рыбачка, я рыбак И на суше я на море, мы не встретимся не пом잔. Ты морячка, я моряк, и рыбачка, я рыбак И на суше я на море, мы не встретимся не помад. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Забирайте подружку и проходите в комнату. Вы на нее смотрели, как на коллегу, мужчину, притом даже не на друга. Не было заинтересованности в глазах ни одной секунды, к сожалению. Хотя девчонка хорошая, очень хорошая, как друг. А вам что показалось? Такой оригинальный номер, все это понравилось. Ну, я же точно не знаю, что я хочу. Нет, Сергей, вы в самой первой минуте нашего знакомства сказали, что эта сторона жизни для вас очень важна. А Анастасия асексуальна, абсолютно. Да ладно! Да что, нормуль, как говорит, нет. На, все нормально. Я без него ныряла, честно. Женщина этого типа, это Солнце в соединении с Марсом, еще и под управлением Марса. То есть она, ну не хочу сказать женщина-мужчина, но женщина с большой долей мужской энергетики. Это воительница, захватчица, иногда скандалистки. Ну вот, конечно, захватчицкие качества и воительные в ней есть, но то, что в ней нет желания скандализировать, конфликтовать с мужчиной, это точно. Она человек неконфликтный. Я считаю, что для ее типа это большое благо. Да, и на таких женщин находятся мужчины-любители. И я считаю, что ваши женщины, в общем, не самые спокойные, ваш сексуальный тип женщин. Поэтому вполне можете Анастасию рассмотреть. Я неконфликтный абсолютно, она права вообще. Предлагаю Сергею встретиться с третьей невестой. Здравствуйте. Символом 2014 года является лошадь, поэтому я хочу подарить вам эту лошадь. И пусть она принесет вам радость, удачу и, конечно, любовь. Спасибо большое. Давайте познакомимся. Спасибо, проходите. Ой, смотри, поцеловала руку. Поцеловала руку. Прогресс. С кем вы пришли? Пришли очень дорогие мне люди. Это моя мама Галина Валентиновна. Какая красавица. Шикарная женщина. И моя близкая подруга Екатерина. Давайте на вас посмотрим. Наталья, 33 года. Директор в юридической компании. Гордится тем, что хорошает с каждым годом, мечтает увидеть закат в обнимку с любим человеком, предупреждает, что раз в год кардинально меняет свой образ. Оказавшись свидетелем страшной трагедии, Наталья резко сменила взгляды на жизнь, прическу и мужа. Надеется, что Сергей станет ее единомышленником. Вот так вот будете меняться каждый год, а мужчина вас не будет узнавать. Тоже, знаете, проблема. Только вроде привык к одному образу. Ну, на самом деле, это все согласовывается. Я думаю, что небольшие перемены, это всегда к лучшему. Ну, то есть будете согласовывать мужчины? Наташа, вы страшную трагедию пережили. Это невероятно. Вот эта хромая лошадь, где был пожар страшный несколько лет назад. Вы чудом, вы спаслись или вышли раньше? Что там было? Ну, на самом деле, возгорание было примерно метров в трех от меня. Я очень хорошо это видела. И когда пошел дым по потолку, первой моей реакцией было выйти. Мне показалось, что сейчас будет пена, а я красивая. И на самом деле, просто автоматически вышло. Мое преимущество было в том, что мой столик был рассчитан, я ничего не ждала, меня ничего не задерживало. Я просто дожидалась, на самом деле, такси. Было сложно его вызвать. И решила посмотреть вот то представление, на котором, в принципе, все это случилось. Поэтому я, в принципе, вышла достаточно быстро. Еще горел везде свет. И в вестибюле, я уже слышала это объявление, когда конферансье сказал, что, дамы и господа, внимание, мы горим. Это было в вестибюле, еще горел свет. А люди выпившие думали, что это шутка конферансье. Но уже тогда, когда я выхожу, спрашиваю, что случилось, ты им говоришь, там горит, они идут все в другую сторону. Дайте посмотреть, это вот эта же реакция человека, увидеть. Я говорю, куда вы идете, зачем вы туда? Они в обратную сторону идут, понимаете? То есть, им еще и интересно. Мне интересна эта ситуация. То есть, вы просто ваша интуиция, и ваш ангел-хранитель вас оттуда вывел. Да, я просто вышла вот в этот момент. Но вы были свидетельницей этого кошмара? Да, конечно. То есть, если честно, я вышла на улицу, был декабрь, и минус 10, у меня была коротенькая кофточка, коротенькая юбочка, и я не взяла ни одежду, ничего. Это было просто... Вы не успели даже взять... Я даже не подумала об этом. Я просто вышла чисто инстинктивно, да, инстинкт самосохранения отработал. Когда через несколько минут я поняла, почему мне холодно вдруг стало, я начала возвращаться. Прошло несколько минут, вокруг меня уже был ад. Выходили чёрные люди. Выходили люди, у которых не было ни лиц, ни волос, ни одежды. И это был просто ад. И я на протяжении часа стояла в коротенькой кофточке, в коротенькой юбочке на улице, потому что я просто не понимала, что нужно делать. Наташа, а было чувство, что это знак свыше, что это какое-то предупреждение? Однозначно. Что нужно что-то пересмотреть в своей жизни? Вот именно с этого момента я, в принципе, пересмотрела свою жизнь, потому что, в принципе, я пошла туда на зло своему мужу. Понимаете? Он в это время отдыхал на корпоративе в Египте со своей компанией. Ну, якобы в Египте, я так понимаю. Нет, на самом деле не якобы, на самом деле действительно, но смысл в том, что он меня с собой никогда никуда не брал. Он, Наташа, будем говорить открыто, доступным языком, он просто о вас вытирал все эти годы ноги. Поэтому, каким образом вы родили двоих детей, это потому что, ну так, люди женятся, а потом рожают детей вроде как положено. Вот и вы. Нет, на самом деле, мы ребеночка очень ждали. И у меня очень-очень сложный период вот этой начальной стадии беременности, он действительно сложный. Он для всех окружающих сложный, потому что я физически могу это выдержать, а окружающие не понимают, чем мне помочь, когда я все время в каком-то состоянии, в жутком... И когда вы забеременели второй раз... Токсикоз. Токсикоз очень жуткий на протяжении 4-х месяцев. И когда вы забеременели второй раз, он сказал, избавляйся. Он просто был не готов чисто эмоционально, он говорит, снова, еще раз все это выдержать. Я не готов. А я не могла понять, как это. И вы уже пошли в больницу, но вернулись, да? Ну, это было больше мое, конечно, решение. Поэтому на уровне... Ему было вообще на вас глубоко наплевать. На вас, на ваш токсикоз. Главное, чтобы у него были рубашки всегда свежевыстроенные, выглаженные, обед и ужин был готов. А то в каком состоянии вы это будете делать? И вообще можете ли вы? Избаловала. Вот так любила? Сама теперь... Сама избаловала. Сама избаловала. А мама, а вы где были? Помогала баловать. Помогала рубашке глаз. Молодец. Я уже вижу Сиреню с этой вот сексуальной... С этими недрами сексуальности и с ее семейкой. Скажите, Сергей, вас не смущает двое детей? Нет. А сколько им лет? Восемь старшему и шесть младшему. А где дети-то? Сами живут? Дети со мной живут, да. Вот посмотрите, какой плюс, когда будет Наташе столько лет, сколько Галине, маме, она будет вот так же выглядеть. Смотрите, как красавица. Да. Какая омоложащая. Сколько вам лет? Не скажем. Ну, пятьдесят вокруг этого. Спасибо за комплимент. Ой, да ты же моя красавица. Вот за Серегу. Вот Серегина невеста. Мне кажется, что... Тамусь ей точно интересно будет, понимаешь. Показываешь всю семью, это хорошо. Хорошо. Это нормально. Да. А Наташа еще юрист, а вам нужна помощь в юридических вопросах. Спасибо за меркантивность. Наташа, скажите... А вы стали более счастливой после развода? Да. Я стала более счастливой, и я точно знаю, что сделать детей счастливыми может только человек, который сам счастлив. Скажите, а если бы не случилось той беды, вы бы продолжали жить с своим мужем? Не знаю. Да, для меня это было просто переворотом сознания. Ну, да, наверное, жили вы вместе, да? Продолжали бы верить, что он ездит на корпоративу в Египет. Наступила бы точка перелома. Я не хочу даже сейчас в этом сомневаться. И не буду сомневаться в этом. А вот смотри, Лариса, как интересно. Кстати, британские ученые провели исследование и выясняли, вот как себя люди чувствуют после развода. Вот как женщины себя после развода чувствуют. Как правило, меняется внешность, улучшается, думается о здоровье и все остальное. И вот как мужчины. У него просто еще не прошло. Ну, это же, во-первых, разные были... Нет, Роза, вот ты задала вопрос. Кстати, я хочу сказать, что у Сергея и у Натальи абсолютно разная мотивация была к разводу. Наташа, как страус, которая спрятала голову в песок и ничего не хочет знать. Ей легче так жить. Она придумала для себя модель, как выжить и не сойти с ума от горя и от обиды. Поэтому ничего не знаю, знать ничего не хочу. Это было без меня. Он в Египте действительно был с друзьями. Если он не приходил или уходил, меня с собой никогда никуда не брал. Он был все время в компаниях. Ничего страшного, все так живут. Поэтому вот я от чего хочу предостеречь. Когда начинаются уже плотные взаимоотношения, тут-то выясняется, что лучше было не хохотать, а взять и проговорить эту проблему. Выиграть и освободиться таким образом. Потому что, как бы вы не начинали сейчас с чистого листа после этой трагедии, все равно начнется быт, дети, притирка к детям, какая школа. Дети совместные рождаются. Какой детский сад? Опять токсикоз, опять там все это. И уже, ну, нельзя будет. А токсикоз опять будет? А как вы думали? Нет, не будет. И он очень ужасный. Не переживайте, у нас есть сайт двое.тв. Если он, Серега, ничего не сложится, я вам скажу, как надо все сделать. Поэтому вы пока думаете, а мы посмотрим на сюрприз. Интересно. Какой сюрприз она ему приготовила. Ты знаешь, я уверен, что... Наверное, ребенка приведет и скажет, а я вот невесту твоему сынку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас сюрприз будет, как и про лайк. Она знает, чем привлечь мужчин. Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, красавицы, спасибо вам большое. Наташа, проходите в свою комнату вот отсюда. Самый целомудренный танец живота, который я видела в своей жизни. Да? Я хотела бы с Евой комплимент сказать, что-то подойти. Вы что мне не разрешили? Да ничего не сказала. Она мне говорит, что вы так выглядите красиво постоянно. Я хотела бы сказать, что благодаря вашей программе. Вы сможете, Сергей, взять на себя ответственность за Наташу, которой так сладко не пришлось уже? Хотя она только была сторонним наблюдателем. Она на себе, слава богу, это не прочувствовала, слава богу. Ей только было вот такое предупреждение. Сможете осчастливить ее? Хватит энергии? Да, хватит. Прекрасная женщина, правда? И красивая. И мудрая, и возраст замечательный. И детки точно не будут вам обузы. Да. Вы понимаете, что в чем дело? Что я, если я говорю, то я это делаю. А что говорите-то? Секунду. Вот. А чтобы мне вот сказать вот это, за что я потом буду отвечать всю жизнь и по-настоящему, мне нужно, конечно, о многом поговорить. Ну естественно. Разрулить. Ну конечно, Сереженька, ну милый, никто вас под венец-то сейчас не толкает. Потому что, не понимаете, я первый раз, ну как бы, я благодарен, что сын родился у меня. Но я по любви, я влюбился, сделал предложение до постельных сцен, потом у нас свадьба пышная. Сереж, можно вам совет? Мы эту историю знаем, но когда вы будете строить новые отношения, не возвращайтесь. Это просто мой, потому что на первых порах просто, ну из вежливости, ваша девушка будет все это слушать, она будет сострадать, то он скажет, заколебал. Женщины хотят, чтобы, мои глазочки, мои бровочки, какой плач, понимаете, мы такие. Не знаю, я когда на него смотрела, какой-то был зрительный контакт, он как-то так немножко реагировал. Он реагировал. Ну, девчонки, ну что могу сказать, отгадайтесь трех раз, как вам танцы программы выберет, арабский танец. Ну, она еще и красавица, и умница. Ну, так правильно, поэтому и выбрала арабский танец. Ну, хороша. Да, понравилось мне, понравилось, Наташа. А тебе? И мне понравилось, но астрологически я не могу сказать, что здесь есть большая совместимость. Есть, правда, один большущий плюс. Вам через эту женщину легче самовыражаться. Вы личностно, я считаю, можете найти общий язык именно за счет того, чтобы проявиться через нее ярче. И рядом именно с ней, рядом с такой женщиной вас могут заметить. Другое дело, что вы сами вложите в то, как вы сами себя проявите. Потому что, ну, пока вы себя проявляете, как человек глубоко уязвленный, корнями глубоко в прошлом и в будущее, ни одного листочка пока не проросло, к сожалению. После рекламы мы узнаем, в чью дверь постучится наш жених. Оставайтесь с нами. Сергей, познакомились с тремя женщинами. Все они искренне хотели вам помочь и боролись за ваше сердце. Но вам нужно выбрать только одно. Сделали свой выбор? Да. Роза, мне кажется, Наталья, вот третья невеста. Ну, что, арабский танец хорошо станцевала и опытная. Вы знаете, вот вы не забывайте, Сереж, что все-таки в одиночестве нельзя находиться мужчине. Вы помираете. Либо спиваетесь, либо еще что с вами там. Либо бокс. Перед какой бокс? Женщина нужна. Вот, мне кажется, да, Наташа, ты и арабский танец, он так ла-ла-ла будет. Он ожил немножко, он улыбнулся хоть в конце программы. Хоть один раз. Все было не так серьезно. Охота, плавание, это серьезно. Как минимум один глаз у него загорел. Один глаз загорел. Как минимум один, который я видела. Наташа ушла от мужа, от родного, от отца своих детей, потому что грузил. Поэтому она вам не даст грузить себя. Ей хватило уже за свои 33 года выше крыши. Поэтому если будет кисляк, если будут проблемы, если будете давать слишком мужественного, брутального, такого мужика-мужиковича, она с вами не будет. Уберите это от себя. Немножко какого-то тепла, немножко вперед подайтесь к женщине. Вот чуть-чуть тепла и ласки. От вас сейчас совершенно этого не исходит. Просто сидит такой дядя-колючка. Никто не хочет быть несчастливым. Тем более Наталья, которая уже поняла, что жизнь, вот, сегодня есть, вот через секунду эта жизнь оборвалась. Поэтому если пойдете к Наташе об этом помните, а если пойдете или к Ольге, или к Анастасии, они, молодые девчонки, тоже не будут особо терпеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как ты сказала, никто не хочет быть с несчастливым. Это правда жизни. Говорится, что муж любит жену здоровую, брат, сестру богатую и так далее. Точно так же и женщины. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы не видеть вечно кисло, вечно недовольное лицо мужа, да, или его какие-то погруженности, его в тяжелые воспоминания. Я считаю, что вам из всех девушек больше подошла бы Ольга. Но вам для того, чтобы сделать шаг к ней навстречу, чтобы она ответным шагом тоже как-то вас приветствовала, вам нужно чуточку обтесаться. Простите, позволю себе это слово. Потому что переживать глубокие чувства, страдать, это прекрасно, это развивает. Но сдерживать себя в этих страданиях и не выливать их на нового партнера, это развивает еще больше. Вот я вам советую развиваться, в этом смысле слова, себя контролировать, потому что сейчас вы очевидно эти свои эмоции не контролируете. И идти к Ольге. Оль, тебе по жених понравился, Сергей? У меня смешанные чувства, если честно, насчет него. Но в целом, да. Но если он зайдет в нашу именно комнату, ты готова будешь выйти с ним? Да чёрт, чем не шутит? Ну, слушайте свое сердце, оно точно вам подскажет, в какую дверь постучать. А мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Игорь, 39 лет, номер 2970. Врач, анестезиолог, реабилитолог. Катается на коньках, горных лыжах и роликах. Играет в большой теннис. Познакомится с высокой активной девушкой 25-40 лет. Виктория, 30 лет, номер 2971. Руководитель отдела закупок в парфюмерно-косметической компании. Увлекается латиноамериканскими танцами. Любит путешествовать по миру. Мечтает встретить уверенного мужчину, рядом с которым позволит себе быть слабой женщиной. Мы не знаем, выйдет Сергей один или с избранницей. Мы приглашаем всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вам. Спасибо большое. Я могу вас обнять? Да. Чуть-чуть. Да, хорошо. Я очень рада. Я тоже. У нас есть пара Сергей и Наталья. А для вас поет Анри. Будь смелым и первым, по ее словам Прикосись с губами еще один раз Можно продолжить дело без лишних фраз Иди, иди, она станет твоей Она станет твоей Ты просто выйди, иди к ней Твоя игра, мои слова, провернем все быстрее Ведь я и ты, и ты, и я, любовь фонда Твоя игра, мои слова Провергёмся быстрее Ведь я и ты, и ты, и я Любовь одна Выйди, выйди Просто выйди к ней Ты просто выйди к ней Я горжусь, что я человек Я никогда не была содержанкой Я как военный человек влюбился, женись Я решила, подумала И решила остаться и побороться За сердце Маркова Новое шоу на первом канале Резиночка Со звёздами Редактор субтитров А.Семкин